Элиты недовольны все. Элиты, по-моему, недовольны и общество, элиты недовольны верховная власть. Потому что, я помню, как-то стали члены Совета жаловаться на какого-то из министров. И говорили мы, Владимир Владимирович, ну, снимите его, ну, уберите, но этот человек не на своем месте. Причем там несколько членов Совета. А что Путин грустно посмотрел на них и сказал, а вы уверены, что новый будет лучше? По моему опыту он будет хуже. Знаете, ну, вообще-то это тяжелая ситуация. Если, так сказать, это ведь за этим высказывание, а Путин у нас случайно ничего не говорит. Это не Горбачев, который мел языком, так сказать, не задумываясь. Путин, если он говорит, значит, за этим что-то стоит. И я просто почувствовал такое горечь и отчаяние от того, что нет людей-то. Нет. Хуже найти можно, лучше, правда, проблематично. Вот, скажем, давайте мы менять элиту. А на кого? Мне кажется, что вот последние десятилетия проходным билетом в элиту, это была как раз максимальная денационализированность, дистанцирование от нравственных оценок происходящему, максимальная закрытость. Вот. И что там греха таить, люди, которые, как бы, демонстрировали, что они пришли, так сказать, во власть работать на державу, их воспринимали как не очень здоровых. Потому что, как бы, нормой было, что, ну да, я пришел, я, конечно, так сказать, буду работать и на державу. Ну, пришел-то я, конечно, не из-за этого. Вот такой человек воспринимался как свой. И он рос там, ну, рос до тех пор, пока, как, скажем, там, Зурабов не заваливал там, так сказать, важнейшее направление, которое нам аукнулось, так сказать, вот нынешней Украиной во многом. И поэтому, как бы, те, кто сидят в портере, они не лучше тех, кто сидит, так сказать, в президиуме. А может, и хуже.